всем привет ребята сейчас у нас приближается весна на алтае сегодня у нас февраль и вот смотрите это у меня дренажная яма и вот когда она этот вот снег весь будет таять этот снег у нас появился в январе месяце я ссылочку дам здесь вот в правом углу сейчас посмотрите ссылку как нас замело на алтае ну так вот и чтобы когда эта яма будет наполняться бешеным количеством снега его надо будет перекачивать как бы другую яму у меня есть еще одна я мы чтобы его перекачать отсюда нужен дренажный насос дренажной или текальной без разницы вот и у меня есть видео как я этот насос уже ремонтировал ну примерно года три назад вот ну я считаю что то видео не полное потому что я его вытащил разобрал почистил ну вроде бы работает собрал а потом когда начинаешь качать если на большой глубине то крыльчатки тяжело провернуться и он не запускается так вот сейчас вот это видео про то почему не запускался дренажный насос вот у меня уже разобранный дренажный насос еще раз повторяюсь видео как я его разбирал и собирал в правом углу в подсказке ну и в описании к видео будет и в конечной заставке будет ссылка на то видео как я его разбирал поэтому я сейчас время тратить не буду на все на это дело а сразу приступлю к рассказу почему же все таки вот эта крыльчатка вот она видите крутится от руки включаю насос в розетку а он стоит на месте потом вот так маленького вас вас и пошел ну исходя из опыта я уже потом когда собрал я же думал мешало тут всякие тряпки на нем были намотаны всякая параша короче говоря я все таки честно будем говорить додумался там внутри вот он видите внутренне вам покажу вот вот этого конденсатора не было а был только вот этот был только вот этот вот конденсатор это конденсатор на 4 микрофарад и я так что-то подумал но оно так и вышло в итоге емкости этого конденсатора не хватало для того чтобы запустить вот этот вот движок у меня старые запасы советские есть конденсаторов вот это вот на 2 микрофарада то есть нашел я самый маленький чтобы не покупать в магазине сейчас вот такой конденсатор ну пределах 150 200 рублей стоит в итоге в итоге конечный смысл всего ремонта любого ремонта это сэкономить деньги то есть можно было взять новый насос не вот так вот его разбирать не чистить а просто взять новый насос поставить и он бы качал но хочется же докопаться до истины в итоге параллельно подключил я к 4 микрофарад пусковому конденсатору еще один 2 микрофарад тоже пусковой конденсатор и включаю этот насос в розетку сейчас вам продемонстрирую посмотрите как уверенно с этими конденсаторами то есть на 4 микрофарад и добавленный мною на 2 микрофарад запускается насос то есть с места даже вот смотрите придерживая немножко крыльчатку невозможно удержать потому что пускается очень уверенно я думаю работать будет уверенно я немножко погонял его где-то так секунд 20-30 попробовал может быть будет греться бывает когда емкость конденсаторов не подходит то двигатель начинает греться ну у меня все нормально следующее что я хотел рассказать в этом видео значит вот этот вот металлический корпус насос закрыт сверху пластиковой крышкой а внизу металлический корпус вот судя по вот этим вот местам где была резинка он блестящий был и казалось что это нержавейка а может быть и нержавейка какая-нибудь дешевая китайская я не думаю что этот насос японский поэтому весь насос когда его разобрал был покрыт слоем ржавчины я его очистил наждачкой очистил начать помыл и покрыл в два слоя лаком лаком по металлу то есть первый слой покрыл выждал сутки второй слой покрыл сейчас он у меня высох но решил что больше не нужно потому что если больший слой он будет более толстый корабле не будет больше ну знаете когда при покраске чем тоньше слой краски тем она лучше держится следующий этап мы его соберем значит для вот этих для вот этого конденсатора место тут есть потому видите углубление будет на камере видно не знаю а для этого конденсатора как бы места нет но судя по высоте вот этого насоса который сюда и не вот вот этого куска вот этой части насоса он должен войти я попробовал так и получилось укладываем на место на свое штатное родной конденсатор верху этого конденсатора который подключен параллельно конденсатор советский который я установил и значит устанавливаем сам насос сам насос чтобы там держался внутри и чтоб туда не попадала вода вы знаете когда ведро перевернешь и погрузили например стакан и погружаешь его в воду то стакан вода не заходит то есть вот этот вот воздух который мы с там остается он служит преградой этой воде также принцип и на работу вот этого насоса то есть вот это есть стакан переворачивается вот так и плюс еще здесь уплотнительная резинка то есть держит он воду очень хорошо главное чтобы не прохудился вот этот вот корпус металлический и сальник который находится вот здесь вот насос чистый сухой поэтому я считаю что сальник нормально я конечно делаю здесь все на коленке потому что сейчас зима делать неудобно в гараже но тем не менее должно быть понятно здесь вот резиновое уплотнение сейчас я вам покажу вот она резиновое уплотнение она еще тут достаточно мягкая хотя насос уже больше десяти лет одеваем и аккуратненько не переворачивая не вот так вот не заворачивая это резиновое уплотнение ставим его в том положении в котором она стояла изначально герметиков здесь я думаю никаких не надо потому что когда мы сверху сейчас вернее нижнюю часть вот здесь она сейчас сверху если мы сейчас оденем и придавим в четырьмя болтами то это уплотнение будет держать настолько хорошо тому уплотнение можно я вот саморезом но неудобно им надо конечно же плоскую отвертку все-таки принес я плоскую отвертку резиночку надо уплотнять то есть чтоб она села на место вся по кругу одинаково у кого резинка не совсем плотно можно конечно воспользоваться герметиком я думаю в этом ничего страшного не будет если под резинку еще добавите герметика у самого насоса еще две части корпуса это вот средняя часть сейчас мы надо чтобы вот эти отверстия один два три четыре совпали вот с этими отверстиями поэтому одеваем и на вот эту вот уже часть вот эта часть служит прижима прижимом резинки вот это вот резинка которую я сейчас сюда вставлял прижимается вот этим колечком поэтому нужно чтобы это колечко тоже была достаточно чистая еще раз последний контрольный контрольная очистка хотя я уже чистил это все дело все и вставляем крыльчатка во внутрь проходит переворачиваем смотрим чтоб отверстие подали да все совпало теперь вставляем наши болтики почему-то тут 3 лепестковая отвертка не плюсовая крестиком а трехлепестковая не знаю для каких целей это сделано типа для предохранения вот для меня так это сложность вот у меня отвертка не отвертка насадка 3 лепестковая болты достаточно длинные я не знаю для каких целей видимо чтоб крепко держалась я думаю их можно было сделать в два раза короче что самое интересное вот эти длинные болты так как они входят в пластиковый корпус вовнутрь сохранились очень прекрасно то есть вот эта вся вода которая постоянно здесь находится в насосе он у меня говорю простоял 6 лет под водой можно сказать в текальной яме сохранились очень хорошо не оживили ничего в отличие от корпуса самого насоса хотя болтики скорее всего тоже из нержавейки видите они все блестящие остались тягиваем все это дело потому что мне как-то тут один зритель написал что сделать если насос качает и через его корпус идет вода ну скорее всего либо шланг забиты я отвечаю на вопрос либо нет ни в ту сторону может быть крыльчатка крутится я не знаю ну как может может она крутится не в ту сторону полярность здесь невозможно перепутать уже в розетку включаете не в одной полярности всегда лишь надо где 3 лепестковые болтики они прям вырубают надо было все-таки найти нормальные болты по 4 будем ставить то что есть вот это вот отверстие это отверстие нужно для того чтобы полость вот эта полость то есть она не служила как колоколом и туда не проникала вода чтобы она заполнялась водой а водой для того чтобы охлаждался корпус насоса вместе с насосом чтобы он не перегревался вот для этого специально сделал вот это дренажное отверстие оно должно быть чисто там кстати внизу вот если изнутри посмотреть там приспособа сделано ну как бы вам сказать чтобы не совсем насквозь было приоткрывалась как бы по кругу вот это вот полоса должна быть ровненькой то есть не больше не меньше по всему кругу здесь вот все должно быть затянуто так одели вторую из трех частей к корпуса вот третья часть корпуса грязь еще вываляться одели теперь обязательно надо проверить его вот видели до включился моментально выключил поплавок работает поплавок переворачиваем вот он сработал то есть когда я собрал вторую часть корпуса я ничего там не передавил все нормально все работает поэтому одеваем уже и оставшуюся часть вот здесь вот я смотрю износа практически нету поэтому я должно думаю что должно все зайти хорошо одеваем нижнюю часть нижняя часть нижнюю часть нужно одеть правильно видел здесь этот отбойник то есть вода когда закручивается она должна ударяться вот в этот обойник и заходить в трубу на выкачивание поэтому вот он сам отбойник вот она труба одеваем вот здесь вот так вот видите еще раз вот труба вот отбойник поток воды то есть давление насос создает и ему деваться некуда он ударяется об отбойник и выходит в эту трубу и в зависимости от мощности насоса чем мощнее насос тем выше высота подъема этого этого жидкости которая будет качать там воду тасок или фекалии все что угодно поэтому ставим на место тут обыкновенные саморезы обыкновенная отвертка не вот удивляет с этой стороны с этой стороны значит засунули 3 лепестковые не знаю почему а здесь обыкновенные 4 лепестковая отвертка если уж предохранять то до конца предохранять до конца не затягиваем все ребята наш насос готов в бою как говорится собраны он пробуем запустить все заработало теперь наша задача установить его дренажную яму то есть попробовать как он будет качать никогда не опускайте насос дренажную яму за провод или за шланг ну что ребятки первое включение вы видите пока ничего не бежит папа вот она видите водичка пошла ухты что-то как-то вот 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 Субтитры подогнал «Симон»